Рад здесь стоять, делиться с вами, то, что Господь послал. Аллилуйя! Тема сегодняшней проповеди будет «Хвалящийся, хвались Господом». Апостол Павел это цитировал Еремию. Он в контексте говорил, что 1 Коринфянам, 1 глава, 31 стихе, он тут в кавычках это место, и вот «Хвалящийся, хвались Господом». Но об этом более широко и подробно говорит Еремия. Но мы к этому вернемся еще. Значит, похвала. Вот похвалу мы все любим. Нам нравится похвала. И нам не нравится критика. А похвала – пожалуйста, сколько угодно. И у похвалы есть своя сила. И знаете, когда мы тут говорим, что, ну, изначально говорится, что «Хвалящийся, хвались Господом», это на своем месте. А вот похвала, которая у нас в обыходе бывает, она тоже на своем месте. Потому что, раз мы говорим, что «Хвалящийся, хвалить Господа», это не значит, что мы не должны хвалить свою жену. Или муж не должен хвалить своего мужа, жену. Потому что для мужей очень важна похвала. Она их поднимает, вдохновляет. Очень важна. Я по себе знаю. Моя жена, слава Богу, практикует это. И также, с другой стороны, женам тоже очень нравится, когда замечают их труды, замечают, как они стараются, трудятся. И это тоже их вдохновляет. Когда что-то незаметно, потом второй раз она не так с большой охотой это сделает. И знаете, вот еще такая похвала сила, похвалы, и вот эта статистика есть такая, мирская. Мы знаем, что евреи благословенный народ, и на них действует благословение Авраама. Мы это знаем. Но в миру есть другая статистика, которая говорит, что у них воспитание отличается от нашего воспитания, которое у нас общепринято, у людей. Это называется воспитание зеленого маркера. В чем она заключается? Она заключается в том, что, когда, допустим, мы были в школе, если вот в моем детстве, когда я, допустим, контрольную писал, особенно по русскому языку, и потом с трепетом получал эту тетрадь, я так открываю, а там она вся красная, и весь я сам красный становился. А когда, допустим, иногда хорошо, поведет, хорошо напишу, там зеленой ручкой написано, отлично, еще там какая-то похвала и оценка. Получается, у нас, в нашем воспитании, что происходит? У нас замечаются недостатки и подчеркивается красным маркером в нашем традиционном воспитании. В еврейском воспитании все по-другому. Если, допустим, у нас человек написал предложение, там, 10 слов, и там где-то запятая, да, у него не так, все будет хорошо, там ничего не будет подмечено, а где там, или одно слово, там ошибка, там оно будет красным подчеркнуто, и все достижения вот эти, они как бы аннулируются, что вот остальные 10 он хорошо написал. У евреев же наоборот. Если, допустим, ребенок написал 10 слов, и в 10 словах 9 ошибок допустил, а в одном слове хорошо, он подчеркнул, там ему зеленым цветом, что молодец, ты вот это слово записал хорошо. Понимаете? И таким образом, вот почему евреи такие смелые, ну как, они не боятся там делать за новые вещи, потому что их по рукам не бьют с детства. Они как бы вдохновлены вот этим поощрением, похвалой там и прочее. Вот. Это вот такое, понимаете, вот мы нарисовали такую обычную человеческую похвалу. Но сегодня проповедь абсолютно не об этом. А для того, чтобы нам разобраться, вот разницу понятия, между вот этой похвалой и то, которое говорит пастыр, пастыр, говорю, апостол Павел, апостол Павел, нам нужно вот познание истины. Мы все это место знаем, у Иоанна, что 8.32 у него написано, что познайте истину, и истина сделает вас свободны. Вот слово свобода, да, вот тоже истина, это Иисус наш Господь, это истина, нам надо познавать Иисуса. И вот это слово свобода, оно тоже такое, имеет свою такую привлекательность. Почему? Потому что противоположность слова свобода является гре, это рабство, рабство. Вот. И рабство никто не любит, не хочет, а свободу хотят все. И вот когда у человека наступает в чем-либо свобода, он просто переполняется радостью, и само это слово ему уже доставляет радость. Но, опять-таки, здесь свобода тоже имеет разные понимания. Вот понимание свободы в миру отличается от понимания свободы в учении, в учении заповеди и Бога. И точно так же оно как бы зеркальное, оно зеркальное, как и многие вещи. Вот, допустим, приведу пример. Если Писание нам говорит, хочешь иметь, отдай, правильно? А в миру как? Хочешь иметь, возьми и еще раз, где-нибудь найди, еще раз возьми. Вот. А и точно так же, в миру как? Если человек враг, ты должен ему создать максимальные препятствия, и, можно так сказать, держаться или подальше от него, если уже близко, то тогда победить его каким-то образом, физической расправой. А учение нас учит по-другому, чтобы за врагов мы молились, за врагов мы благословляли, ни в коем случае не держали на них зла. Как бы абсолютные зеркальные вещи. В какой-то степени это делать сложно, но Бог нам дает именно такой совет. Только в этом выход из положения. Точно так же и в свободе. В свободе точно так же. Почему? Потому что, вот, когда, допустим, в миру мы говорим, то есть в церкви, помните, апостол Павел говорит, что моя свобода, моя свобода простая, она как бы, что, должна меня поощрить как греху? Нет. Не так, говорит апостол Павел. И тут, вот я вывел для себя вот такое понимание, что если у меня есть добровольное, как бы, рабство, привязанность к заповедям, оно меня ведет к свободе, к свободе. Именно Божьей свободе, о которой говорит Бог. Но если я свободен от заповедей и волен делать все, что угодно, то эта свобода нас ведет, рабство, ко греху. И видите, вот вроде и то свобода, и эта свобода. Но насколько важно, вот понимать, вот эти, вещи именно в свободе. Но мы говорили сейчас о похвале и перешли вот к пониманию вот этой свободе. И почему? Потому что мы говорим насчет свобода, когда к нам приходит истинная свобода, которая нас освободит, ну, как бы, истинность делает нас свободными, когда мы познаем истину. Вот. Мы об этой свободе говорим. Мы именно говорим о том, насколько мы с миром, с внутренним таким стержнем можем себя держать в разных ситуациях. Именно вот это и есть та свобода, о которой нам говорит Бог. Именно эта свобода. И вот в данном случае мы говорим об учении. И, знаете, Иисус нас освободил также и от закона, от клятвы закона. Он сделал эту свободу. И, ну, когда мы освободились, когда? Мы когда приняли Бога, когда позволили Богу войти в наше сердце, в это время Он нам даровал праведность и даровал вот эту свободу. Но проходит время, проходит, и проходит такое, и мы способны, люди, свои собственные законы писать, свои собственные правила писать. Что такое закон? Закон – это свод правил. У евреев свод правил был это вторее. Они, ну, думали исполнить ее, но ее никто не смог исполнить, кроме Иисуса Христа. Соответственно, ни один еврей не получил праведность и свободу. Поэтому Бог нам, ну, как бы предупреждает, что подальше нам держаться от закона. Закон, он только лишь для того, чтобы подчеркнуть наши ошибки и нашу, как говорится, недеятельность и к исполнению к Божьим заповедям. Вот закон для этого. Он как, как только мы что-либо сделали, тут же включается красная кнопочка, закон, это ее включает, и дудка такая дудит, что мы что-либо нарушили, мы нарушили закон. И он, благодаря этого закон, видим, что мы грешники. Вот. Но сам закон нас не освобождает от этого греха. И закон бывает, да, так же разным. Вот Эфиси 2, 15. Интересное слово. Так. Это я говорю о том, насколько важно пребывать в учении Божьем. Тут написано. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей, закон заповедей, он упразднил учением. Он вот этот закон в нас заменил учением. И еще есть одно место, вот тоже очень интересно, колоссянам 2, 14. Знаете, вот когда я читаю Библию, есть, ну, можно так, это иногда я сравниваю с копанием, вот, или там, по хотою. И вот устаешь, поашешь, поашешь, там, в слове, там, что-то, и наткнешься на какой-то стих, и там, как оазис, там, такая прохлада, и там, когда дойдешь до этого стиха, там, отдых такой наступает. И вот этот, вот один из них, этот стих, я сейчас прочитаю. И эфесянам 2, 14. Колоссянам, да. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас учением, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Вы знаете, вот это место, оно меня долго покоя не давало. Я вот в нем видел огромный потенциал, но не мог понять, в чем этот потенциал. И я читал разные места, ну, была возможность прочитать его с греческого оригинала. И продолжение этого стиха там есть. Итак, никто, то есть, по 15 стихе продолжение тут есть. Отняв силы у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Значит, видите, он здесь говорится, что учением истребил, не самим собою он это делал, не каким-то воинством или еще чем-то. Он учением истребил. Что он истребил? О нас рукописание. Что за рукописание? Вы в курсе вообще, что за рукописание Бог истребил? Это рукописание, это те наши все промахи и ошибки, которые, как бы, выявил грех, это закон, это все наши грехи, можно так сказать. И вот учение в чем заключается? Учение заключается в том, что Бог, Он собою восторжествовал, и Он собою, то есть Он дал нам свою праведность. Это учение. Это вы не можете каким-то, если вас этому не научат, если вы об этом не услышите, это в вашей, как бы, в вашей жизни духовной не произойдет. И вот сейчас вот это учение, оно и есть, что именно учением Бог полностью уничтожает, то есть в древнегреческом языке это написано, знаете как, Он не уничтожает, а там раньше такие были долговые расписки и на глиняных таких этих штучках. И они, когда, допустим, человек выплачивал долг, они ее вот так вот смазывали и полностью аннулировали. И вот, да, полностью аннулировали, и все, человек радостный, или ему, если простили эти грехи, но это редко происходило. И вот здесь вот те люди, которым писал это апостол Павел, для них эта иллюстрация была очень ясная, потому что они, вот, грубо говоря, каждая долговая расписка была полностью аннулирована. Каким вот этим, на глиняном этим, они вот так смазывали, и все, глиняная вот эта дощечка, глиняная, она становилась абсолютно пустой. И вот, представьте себе, и учением Иисус Христос это все сделал в нашей жизни, именно через учение. И получается, что мы абсолютно не имеем никаких записей, никаких, все то, что мы по закону нарушили, когда мы уверовали во Христа Иисусе, и когда Он нам даровал свою праведность, все эти записи были полностью аннулировали. И, а кто за этими записями следили? Мы в 15 стихе это читаем. За этими записями строго следили власти, начало. Это знаете кто? Это все служители, иерархия, ну, дьявольская иерархия, сам дьявол, клеветник, и начальство, власти, это поднебесные такие существа, которые контролируют определенные территории. И вот их Иисус подверг полностью, лишил вот этого компромата на нас. Если мы это будем говорить нашим языком, у дьявола на нас нету вообще никакого компромата, вообще никакого. Понимаете? В этом и заключается это учение. Никогда не думайте, что вы грешник или еще там повинен в чем-либо человек. Бог на вас, на нас смотрит, как на праведников, полных праведников. И мы сейчас переходим к очень главному, очень важному моменту. Переходим сейчас к чему? Вот видите, Бог это все сделал. Но мы имеем такое свойство, что потихоньку, когда вот это, когда все вот это стерло, стер Бог, да, Он нам дал чистый лист, и там написано, праведник, Он праведен, праведность. Почему? Потому что Он даровал не нашу собственную, каким-то образом заработанную, это праведность самого Христа, потому что Он соблюл закон. И вот эту праведность Он нам подарил, это подарок. Этот подарок, Он всегда с нами. Иисус Христос один, Его нету много, Он один. И у Него праведность тоже одна. Она не разная бывает. Я сейчас к чему-то клоню. И вот эта праведность, которая была подарена, она одна на всех, одинаковая. Абсолютно одинаковая. Здесь есть, конечно, вы подумайте, что это уравниловка. Нет, это не уравниловка. Это наш старт. Это наш стартовый капитал. Это то, с чего мы все стартуем. Все с одной позиции, абсолютно с одной линии. Вот так вот прочертил Господь, с нее все стартанули. А потом Иисус, апостол Павел говорит, а там уже вы смотрите, эту праведность у вас никто не заберет. Ни глубина, ни долгота, ни там это, ничего. Бог этого ничего у вас не заберет. Но там уже вы смотрите, из чего вы строите дальше. Из соломы, из сены там. Это уже говорится о чем? Здесь мы, можно так сказать, полностью уравнены этой праведностью, но когда мы придем на небесах, там не будет никакой уравниловки. Там у всех будет своя слава и своя награда. Свои венцы. Там у всех свои это будет. Понимаете? И что я заметил на своем примере, на свое, что со мной происходило в течение многих лет. И потом, когда мне Дух Святой это показал, я, конечно, ну, от своего безумия что-то рассмеялся. Вот больше ничего не пришло. Ну, грустно мне стало, что я столько времени потерял. Я вот, чтобы вы не теряли время, я с этим вам поделюсь. С этим. Что происходило? Я потихоньку начал, как после вот этого покаяния, свои собственные законы писать в своем сердце, на скрижалях своего сердца, от которых душит, Бог меня освободил от закона. А в чем они заключались? Знаете, эти законы? Вот, они заключались в том, почитал Библию, плюсик, помолился, плюсик, благословил там, ну, кому-то что-то, плюсик, не сделал, минус, что-то не сделал, минус, и в чем заключался этот минус? И в моих глазах моя праведность была как это, то она пошла шкала, то понижалась, то повисалась, то понижалась. И понимаете, это полный абсурд, это абсолютно не соответствует Писанию. Но я так долгое время жил. И вот в этой изменяющейся, грубо говоря, миру. И я когда приходил, даже такие вещи, я в себе замечал, что я когда заходил в церковь, исходя из этой шкалы, я кого-то тоже считал более праведным, а кого-то менее праведным. И вот более праведному я подходил, пытался у него что-то научиться там, что-то, а вот я это явно не делал, но сердце-то сам про себе, я-то прекрасно знаю, как я отношусь. Понимаете? А вот который видел по моим взглядам, что он неправедный, да, допустим? Допустим, я его принижал в своем сердце. И это была моя ошибка, когда я это понял, я принижал праведника. Понимаете? Я возвышал такого же праведника на основании каких-то законов, каких-то свод правил, не того закона, поймите, не того закона, от которого меня Иисус освободил. Я этим законом уже, я уже собственный написал на скрижалях своего сердца. У меня какие-то свои критерии возникли. Понимаете? И вот эти критерии мне мешали. Но когда вот это, как вспышка, Господь мне открыл, что праведность это дар. Через учение. Через учение. Почему? Потому что через учение мы поняли, что властно подверг позору и пригвоздил ко Кресту все о нас рукописания, которыми руководствовался всегда дьявол перед Богом. Вот рукописания о них есть. У меня, да, клевета. Вот. И вот здесь, знаете, получалось таким образом, что я понял одну вещь, что ни в коем случае нельзя путать праведность и авторитет. Потому что я начал тяготеть к более авторитетным людям. Но авторитетным от чего? От того, что Бог им дал какой-то дар. И благодаря этому дару человек стал более принимаемым, авторитетным в церкви. Вот. И вот в младенчестве многие люди в принципе именно мотивируясь этим, мотивируясь этим, делают карьеру. Делают карьеру. Почему? Потому что она как в миру. В миру, ну, если ты занимаешь какую-то позицию, тебе сразу определенный авторитет и тебе уважение. А люди хотят то же самое делать в церкви. Он сразу, мотивация его занять какую-то позицию в церкви, получить сразу авторитет и чтобы ему было легче жить. И понимаете, ни в коем случае нам нельзя путать праведность и авторитет и еще третье понятие есть духовность. Подключаем еще третье понятие духовность. И нельзя нам духовность путать с авторитетом. Почему? Потому что объясню. Духовность она отличает, то есть авторитет он может появиться от дара, от дара человека, то есть который Бог ему дал. У него есть дар или хорошо проповедовать, у него есть дар какого-то интересного исцеления, разные дары. И вот все хотят сразу ревнуть к дарам. Но Бог дарывать почему вел в церковь? Потому чтобы было созидание церкви, чтобы Бог созидал свою невесту. Он для этого вел в дары. Поэтому когда люди допустим смотрят, что у служителя есть определенная позиция, они к ней стремятся. И также почему стремятся? Потому что отсюда тоже очень часто говорят, что нужно слушаться служителей, нужно уважать их. Но это бывает очень пару слов. Об этом Библия немного говорит. Буквально нескольких предложений. Но люди, которые еще находятся на пути, не устаканилось еще. Таким был я прежде всего. По себе буду судить. Я всегда пытался допустим занять какую-то позицию. Не всегда. Были моменты, чтобы тоже меня слушались. не без греха, как говорится. Но потом, когда я понял, что Бог это не для этого делает. Вот смотрите, он к членам церкви обращается, можно так сказать, не очень настойчиво, не очень назойливо, просто говорит, уважайте, почитайте. Все, на этом закончилось. Но к служителям у нас совсем другое требование. Мы знаем. Там на пол листа, как говорится. И почему? Знаете, потому что это не та позиция, которая принята в миру. Когда ты идешь служить, там совсем по-другому. Это больше касается жертвенности, это больше касается любви. Я сейчас вам очень интересную мысль еще скажу. И она заключается в чем? Праведность, может быть, это вас чуть-чуть даже шокирует, и не согласитесь со мной, но это по Писанию. Праведность, она не зависит от соблюдения заповедей. Праведность не зависит от соблюдения заповедей. Объясню, почему. Потому что Иисус сказал, что я вам даю свою праведность и она или есть, или ее нет. Но Иисус говорит нам, вот тут вот такой нюанс, интимный нюанс. Иисус говорит, Иоанна 14, 15, кто любит меня, тот соблюдает заповеди мои. Вот когда мы понимаем, какой подарок нам подарил Иисус, это праведность, мы по мере того, по мере того, как мы начинаем это осознавать, растворять в себе, понимать эти ценности, по мере этого мы начинаем его любить. А как проявляем мы любить? Когда человека любишь, ты хочешь с ним пообщаться, правильно? Первое твое побуждение это общение. Ты когда человека любишь и с ним долго не общается, ты скучаешь. Первое, я думаю так, скучно становится, он всегда хочет найти, поговорить, если какое-то время, и вот точно так же почему нам говорит Иисус соблюдайте мои заповеди. От этого вы праведнее не станете, но это наше общение, это то, через заповеди в чем заключается? Мы заповеди как можем соблюсти? Через чтение Слова Божьего и через молитву, правильно? Это одно из самых главных основных вещей, через которые первое, мы часто об этом говорим, чтение Библии, но чтение Библии нас не делает более праведными. Если утром прочитали Библию, мы праведнее не стали. Если мы утром не прочитали Библию, мы неправеднее не стали так же. Но вы понимаете, но мы когда не читаем Библию, мы не познаем Иисуса, мы не понимаем его любви. Кто соблюдает мои заповеди, и это путь, это понимаете, как дети тоже говорят, я мама, папа, ты меня любишь? Люблю дети, но повернулись, ради конфетки он может быстро эту любовь потерять, не проявить, он не теряет ее, но не проявить, не глубоко это как бы они могут это выражать. А с возрастом люди могут меньше говорить о любви, но больше делами это все показывать и все по-другому у более взрослых и зрелых людей. И вот сейчас мы говорили о том, что духовные люди, то есть мы ни в коем случае не должны перепутать две вещи, то есть три вещи даже. Это получается праведность, авторитет, который у нас дается дарами, и духовность. Очень часто духовные люди могут быть не авторитетны в церкви. Знаете, и очень часто авторитетные люди могут быть и не духовные. Почему? Потому что дары непреложны. Бог дает дары, на основании даров человек может быть авторитетным, он может, ну, человек нравится, там, разговаривает, хорошо действует, но он может быть не то есть где-то он может истратить и проявить себе совершенно недуховно, но многие на это глаза закрывают. А духовный, вот признак духовного человека прежде всего, эти люди незаметны, но с ними легко, с ними можно помолчать спокойно и ничего не скажут, то есть нет, не надо себе выставлять, вот, как ты есть, такой ты есть, можно помолчать в окружении духовного человека, понимаете, поэтому вот, вот эти вещи очень важно разграничить нам, очень важно, чтобы для того, чтобы вот не было вот этой путаницы, и сейчас вот мы подходим к такому моменту, где апостол именно вот как мы можем отличить вот ту похвалу, о которой мы изначально сказали, и ту похвалу, о которой говорит апостол Павел, вот почитаем у Данила, какое у него требование, требование, как он говорит, так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатый богатством своим, Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд, правду на земле, ибо только это благоугодно, мне говорит Господь. Только это благоугодно, мне что ему благоугодно, а чтобы люди не хвалились тем, что они в этом не имеют никакого участия. Почему? Потому что, помните, апостол Павел говорит, сейчас я вам дам это Писание, и мы будем потихонечку двигаться к финишу. Филиппинцев 3, 7, 9, 8, 9 стих. Здесь вот сказано. Мы знаем, что по плоти апостол Павел был очень таким, ну, можно так сказать, человеком, который мог бы похвалиться по плоти, потому что он был ревностным служителем закона, он соблюдал эти вещи, и он даже говорил, что говорит, если кто-то уж хвалится, я больше всех могу вас похвалиться. Но, он говорит, но, ну, ради Христа я почел это, читаю, да и все почитаю, читаю ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И, найтись в нем, вот тут ключевой момент, найтись в нем не своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Понимаете? Мы только этой праведностью найдемся у Бога вот в книге жизни. Если этой праведностью мы не сохраним и не придем туда, то есть мы сохраним ее с Божьей помощью, и только благодаря этой праведностью наше имя будет записано в книге жизни. И апостол Павел еще говорит такую вещь, что ты, получается, получил как дар, если получил, то чего ты хвалишься? И еще там написано, чем ты отличаешься? Это 1 Коринфянам 4, 6, 7. 4 глава 6, 7. Зачем ты превозносишься? И я к чему сейчас, и вот это мы сейчас срезумируем. Мы, нам нечем хвалиться, понимаете? Мы, так нам легко очень принимать друг друга, как братья и сестры. Почему? Потому что мы все имеем одну и ту же праведность, и именно эта праведность позволит нам воцариться у Господа, и именно эта праведность дала нам жизнь вечную и запись в книге жизни. Поэтому, понимаете, что мы, ну, очень сильно ограничены в том, понимая и осознавая это, чтобы кто-либо отрывался здесь туда, ну, вверх-вниз. Мы не должны не принижать брата и не возвеличивать брата или сестру, а просто любить. Почему? Потому что так легче любить, потому что ты не можешь превозноситься над ним. Ну, за счет чего? Он такой же праведник, как и ты. Абсолютно такой же праведник. Ты ничем не отличаешься, и он ничем не отличается. И вот это создает определенный баланс в церкви. Понимание этих вещей, оно реально помогает нам воспринимать себя друг друга, как братьями и сестрами. И вот, понимаете, тоже, когда речь идет о том, чтобы к служителям есть большое требование, а членам церкви есть тоже требование уважать. Почему это? Потому что у нас был здесь баланс. Полный баланс. Это тоже вот Бог сбалансировал. Чтобы люди были немятежны, и служителям легко было им служить. А не для того, чтобы один был выше другого. Нет. Наоборот, к служителям требование такое, что они должны так подходить к служению, что они себе всегда ниже считали. Чтобы у человека не соблазнился. Разные есть люди. Потому что этот уже путь прошел, а тот только встал на этот путь. И он говорит, на всякий случай ты побудь пониже. Чтобы тому, как апостол Павел говорит, что мы у вас как кормилица были. Мы с вами нянчились, ходили. Хотя мы могли бы говорить, ну как вот другие служители, там, кормиться от вашего стола. Но мы это себе не позволяли. Почему? Потому что он видел, чувствовал, что эти люди могли бы на этот счет соблазниться. Поэтому мы приводим к общему такому резюме. Резюме наше заключается в том, что мы имеем право... А, разницу. Вот резюме заключается в том, что разница между той похвалой, которую мы изначально получили, в чем? Мы, когда друг друга поощряем, друг друга, мы поднимаем. Но мы не должны ни в коем случае присвоить себе Божьи дары. Вот как бы и на основании этого возвышаться. Вот апостол Павел что говорит. Именно в этом и заключается вот этот секрет, что мы не должны... То, что нам подарком дано, мы его не должны себе присвоить и сказать, я такой достиг этого. Я смог этого добиться. И это мне дает право похвалиться. Вот об этой похвале говорит Иисус, то есть апостол Павел, что хвалящийся, хвались только Господа. А друг друга, если видите в чем-то, если мы что-то хорошее делаем, будем поощрять. Давайте помолимся, чтобы вот это Господь нам даровал, с этим мы ходили, над этим трудились и всегда понимали и осознавали, что мы имеем подарок, праведность. И мы ни пальцем не шевельнули, чтобы иметь этот великий дар. Даже пальцем не шевельнули. Господь Иисус, молим Тебя, просим Тебя, Ты всемогущий Бог. И на основании Твоего всемогущества мы просим, благослови нас, осознанием этого драгоценного подарка Твоей праведности. Чтобы мы никогда не превозносились, имея этот подарок, чтобы мы всегда уважали друг друга, чтобы мы снисходительно относились друг к другу и не было между нами никакого превозношения. Благослови этим пониманием, благослови, Господь, каждого из нас, познать это учение, чтобы это учение упразднило всякую клятву закона в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа мы молились Тебе. Благослови